Всем привет ребят, с вами Алексей 24 и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. 1 по 8 декабря можно совершенно бесплатно забрать фото Triumph and RPG in a box в Epic Games Store. В данном видео мы кратко рассмотрим эту бесплатную раздачу, но помни играть или забирать их решать только тебе. Ну что, не буду затягивать. Погнали! На этой неделе, я даже не знаю как это сказать, нам доступны 2 раздачи. Доступны они будут для всех, так что можете в принципе не включать свои VPN. Нас будет ждать игра и как написано в эпике, приложение. Да, именно приложение. И я как понял по созданию игр. Все ссылки на раздачи как всегда будут в описании под видео. RPG in a box. Это комплексный инструмент для создания RPG игр в 3D из вокселей. Сама программа включает в себя все, что нужно для создания RPG или прикрутенческой игры. Это основная идея разработчика создать комплексный инструмент, позволяющий воплощать идеи в жизнь. Функционал программы находится в разработке и постоянно совершенствуется и обновляется. Программа имеет собственный воксельный редактор для игровых моделек. Это хоть и упрощенная версия, но в ней все так же можно делать модельки для ваших игр. Вы можете без особых проблем использовать любое стороннее ПО для создания воксельных моделек. Импортировать свои творения в движок можно позже. Анимируются модельки по кадровым методам. Нарисовали персонажа, дали ему анимацию, а затем анимацию ходьбы. Для всего этого редактор поддерживает заготовленные имена для анимации. Их можно найти в официальной документации. У анимации также присутствуют настройки. Можно менять скорость или даже звук при проигрывании анимации. В общем, ребята, функционал исчерпывающий. Сами модельки можно настраивать в зависимости от типа модельки, которой вы выбираете, будь то тайл-объект или персонаж. Также присутствует редактор карт. Игровые сцены здесь представлены в виде отдельных карт и состоят из тайлов. На них вы размещаете объекты и персонажей. На текущий момент существует лимит на размер карты. 64 на 64 тайла. Разработчик собирается его увеличить, но на текущий момент лимит пока такой. На самом деле, на текущий момент это крайне мощный инструмент. В нём можно как создавать простые карты, так и сложные многоуровневые карты. Даже секретные комнаты можно сделать. Каждая карта также имеет свой набор настроек и довольно проста в настройке. А также здесь есть ещё редактор скриптов. Редактор диалогов, система камер, редактирование, база данных для игровых предметов, генератор звуков и многое-многое другое. Детально вдаваться в подробности данной программы я не буду, иначе у нас просто всего-навсего не хватит на это времени. Придётся записывать новый ролик. А так, ребята, я хочу всё это подытожить. RPG In A Box Отличный инструмент, позволяющий разработать свою адвенчуру или РПГ. Для простеньких игр... RPG In A Box Уже отлично подходит. Здесь есть чем заняться. И я рекомендую попробовать забрать эту программку и понять, нравится она вам или нет. Под Траем Вобрала в себя всё самое лучшее от таких мастодонтов пошаговой стратегии и РПГ, как... XCOM и Heroes of Might and Magic От первой, проект независимых игроделов из компании Cookie Biles Entertainment получил тактически ориентированные бои. От второй игра взяла фэнтезийный сеттинг и концепцию перемещения по глобальной карте. Правда, под управлением игрока по миру странствуют не отряды, как это было в героях, а отдельные бойцы. В остальном в этой игре присутствуют все современные геймплейные элементы и аспекты. Здесь вам и процедурно генерируемый открытый мир с возможностью его планомерного исследования и строительства городов и замков, поиск и сбор артефактов, а также тренировка бойцов. Сюжетная кампания Fog Triumph поделена на три акта, прохождение которых отнимает у рядового геймера от 10 до 20 часов в зависимости от опыта. За это время пользователь может собрать более 80 артефактов и разобраться в принципах работы каждого из них. Исход каждого из них зависит также от действий игрока. Одиночный режим является по большей части тренировкой, где игрок знакомится с особенностями геймплея и изучает все допустимые механики. Применить полученные знания на практике можно будет в скиормиш режиме, рассчитанной на 8 пользователей, где те могут воевать друг против друга в стиле «каждый сам за себя» или делать то же самое, поделившись на команды. Доступны для выбора персонажи, различаются расами и классами. С точки зрения расы, герой может быть человеком, нежитью, троллем или даже гоблином. Выбор расы влияет на замок и постройки. С точки зрения класса, паладином, варваром, магом или рейнджером, за каждым классом закреплены уникальные способности, которых по 12 на класс. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатной раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будет в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока-пока-пока.